Приветствую вас, друзья! В отличие от политической повестки, эта неделя на финансовых рынках пока что выглядит откровенно скучноватой. Внимание стоит обратить, ну, разве что на корпоративные отчеты, которых тоже не так много, но вот показательный отчет Airbnb, сервис собронирования, отчет вышел настолько хорошим, что даже я ожидал, что он может быть немножко слабее, чем опубликован. После отчета акции сразу выросли на 6% и еще на 3,5% подрастают на премаркете сегодня. Что дало такой эффект? Выяснилось, что показатель по выручке, во-первых, более полутора миллиардов за квартал не смогли испортить этот показатель ограничения на перемещение трансграничное из-за тогда только появившегося еще в четвертом квартале омикрона, то есть сезон вот этот отпускной, он как бы не оказался испорчен. Доход даже выше, чем был во втором квартале, там он составлял миллиард 340 миллионов, сейчас миллиард 530 миллионов. Это меньше, чем шикарный осенний вариант, когда еще не было омикронной темы. Но в целом это намного лучше, чем ждал даже руководство самой компании. В частности, Брайан Ческий, исполнительный директор, сказал, что этот год можно вообще пока назвать лучшим в истории компании. Согласитесь, с учетом всех ограничений, пандемийных историй, неисчерпанных там ковидных пропусков, всего такого прочего, это дорогого стоит. На какие моменты обратили внимание в отчете? Переход к более длительному проживанию. То есть люди ездят, по большей части ездили не так далеко от дома, но останавливались на более длительный срок. В том числе и для удаленной работы, возможность совмещать с работой отдых. Вот, скажем, среди прочего отмечается такой факт, что почти половина числа забронированных ночей за прошлый квартал, это были ночи, которые неделя и больше постояльцы находились, собственно говоря, в забронированном жилье. А каждое пятое бронирование было рассчитано на месяц и более. В итоге количество забронированных ночей, ну и впечатлений туда, видимо, относятся различные экскурсионы и так далее, обслуживание, выросло за год на 59%, превысило 73 миллиона бронирования. Увеличение числа бронирования привело в том числе к тому, что общая стоимость бронирования через Airbnb увеличилась на 91%, за год превышая 11 миллиардов долларов. Ну, здесь, конечно, еще и увеличение стоимости проживания, безусловно, сказалось на этих результатах, но, тем не менее, да, то есть отрадно отметить, что это не помешало компании зарабатывать прибыль, ну и, соответственно, и другие части, собственно, сектора путешествий изрядно воодушевились от этого отчета, то есть прибавили там одновременно не только другие отельные там акции, но и, например, те же самые круизные авиалинии, на всякий случай, так сказать, тоже подросли. Из числа эмитентов, связанных с отельным бизнесом, вот сегодня, в частности, там отчитывается еще «Хилтон», и уже весьма неплохо отчитался «Мариот». Значит, из таких отчетов, на которые стоит обратить внимание, это, конечно же, «НVIDIA», производитель чипов, который сегодня после закрытия рынка выдаст отчет, и по «НVIDIA» заранее идет такой заметный рост, то есть ожидают отчет хорошего. Но сейчас, в принципе, все так устроено, что, наверное, прежде публикации квартального отчета и прогнозов на год вперед, лучше, наверное, не строить далеко идущих инвестиционных планов, там пересмотров каких-то инвестиционных портфелей не делать, все-таки далеко идущими выводами лучше подождать до момента непосредственно публикации отчета. Еще сегодня «ЦИСКО» отчитывается, ну и из европейских вот еще представителей сегмента продуктов питания и напитков «Крафт Хейнс». Как видите, тут не так много прям ярких имен, но вот просто для меня, например, Airbnb – это значительная часть моего инвестиционного портфеля, поэтому для меня это важный отчет и, может быть, даже более интересный, чем отчет Microsoft или Apple, с которыми и так было понятно, что все будет очень-очень хорошо. В целом, рынки по-прежнему, на мой взгляд, настроены смотреть не на больший какой-то общий фон, как движутся там индексы в целом, а все-таки смотреть именно на новости корпораций. Вот вышел нам на прошлой неделе хороший отчет Harley Davidson, и эти акции по-прежнему в цене и пользуются спросом при любых небольших снижениях вот с этого взлета, и их снова выкупают. Аналогичная ситуация с другими бумагами, практически какой вы не возьмите, ориентируются люди на то, что по кому непонятно ничего, тех мы не трогаем, мы их оставляем в стороне. По кому выходит какая-то хорошая информация, хоть маломальская, естественно, докупают. По кому вышло что-то плохое, как недавно это было по Facebook, который явно не добрал новых активных пользователей и, так сказать, так печально поделился перспективами, что несколько утрачивает молодежь интерес. Вот до сих пор Facebook не покупать по большому счету не хотят, и он может еще снижаться не из-за того, что там прямо нет перспектив будущего роста, а из-за того, что в моменте есть акции, которые очевидно прирастают лучше. Именно по такому принципу, на мой взгляд, сейчас устроен рынок. Что касается каких-то общих вещей, которые формируют повестку, но, на мой взгляд, это протоколы все-таки Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы сегодня вечером. Я, конечно, далек от мысли, что они дадут нам все ключи по поводу того, как будет строиться траектория процентных ставок на ближайшие несколько месяцев или даже хотя бы на мартовское заседание. Не будет там ясно из этого повысить ставку на полпроцента или на четверть процента. Хотя на данный момент вот Федвотч инструменты показывают, что 60 где-то процентов ожидает рынка, что ставка будет повышена на полпроцента. И еще буквально недавно, неделю назад, этого ожидали только 28%. Что, кстати, говорит о том, что может быть Фед и имеет свои, так сказать, планы четкие, не меняет их так быстро, но рынок, в общем, в настроениях своих склонен метаться, что, в принципе, повлияло на то, что увеличилось количество трейдеров, инвесторов, которые ждут более существенного повышения ставки. Повлияли цифры по инфляции, ну, в принципе, их и ждали высокими, 7,5% потребительской инфляции и уже 9,7% инфляция в ценах производителей. И, кстати, 9,9% в Британии сегодня вышло. То есть более быстрый рост инфляции, по идее, может провоцировать Федрезерв на большее число подъемов ставок или на более быстрое начало. Но при этом, на самом деле, все не так однозначно будет до 16 марта. Почему? Потому что, конечно, ставки будут подняты на какую-то величину. Но вот, например, Goldman Sachs и The Bank of America, то есть финансовые институты, которые ждут максимально агрессивных прогнозов на повышение ставки, они ожидают до 7 повышений в этом году. Столько, кроме них, пока никто вроде из больших не прогнозирует. Даже они говорят о том, что 7 повышений в целом, но первое повышение может оказаться всего и на четверть процента. Поэтому вполне возможно, что Федрезерв может несколько смягчить настроение на рынке в связи с той горькой пилюлей повышения ставок, которую он готовится ему преподнести. Опять же, я бы не рассматривал как прям строгое какое-то взаимодействие, такое вот четкое последовательность, что если повышают ставки, то это медвежий сигнал для рынков. В принципе, вовсе нет. Посмотрите, как повышали ставки в период с 2004 года по 2006, и тогда было 17 повышений ставки на четверть процента. Это был долгий период, но это не был период медвежьего рынка. Да, была определенная волатильность, но в целом это дало старт ралли, которое продолжалось аж до 2008 года, когда, собственно, случился финансовый кризис. Отчасти из-за слишком высоких ставок, отчасти вы сами знаете из-за чего, я уже не буду повторять все причины кризиса 2008 года, но факт то, что от первого повышения ставки прошло еще 4 года до того, как действительно были какие-то большие рыночные овалы. Поэтому инфляционная повестка, бегство от инфляции в активы, по-прежнему этот настрой может оказаться сильнее. Также видим, что более сейчас скромно пока растут доходности гособлигаций, но это отчасти было как раз вызвано геополитической темой вот этой медиа истерии вокруг предполагаемого, непонятно с какой целью вторжения России на украинскую территорию, которую раструбили все медиа. Один из эффектов, который это имело на финансовом рынке, это то, что вырос массивно спрос на инструменты с фиксированной доходностью, в частности на гособлигации США и Европе. Соответственно, казначейство американское, например, выгодово смогло занять больше денег под меньший процент. Но сейчас, когда напряжение несколько спало, доходности снова пошли вверх. Они сейчас составляют где-то 2,03-2,05, то есть чуть выше 2% годовых по десятилеткам. Но при этом, если бы, наверное, не вот это вот месяц нагнетания обстановки, наверное, уже 2,5% были бы эти доходности. Туда они, конечно, и придут, но как бы вот ситуация это задержала. Кажется, что это может в меньшей степени влиять на фондовый рынок, их, кстати, очень мало пока на валютный, но на самом деле влияет, потому что при распределении капитала, когда оно идет в пользу активов с фиксированной гарантированной доходностью, ну, соответственно, меньше денег попадает на фондовые площадки. Поэтому вот сейчас этот, на самом деле, переток может постепенно активизироваться и в обратную сторону, в сторону фондового рынка, но это может произойти с задержкой, если не сегодняшние минутки ФРС не дадут достаточного числа ключей по политике ФРС, не заседание 16 марта, но ведь до него даже еще 4 недели. То есть 4 недели вот эти ближайшие. Возможно, что рынок продолжит двигаться в таком же плане, не делая слишком глубоких донышек больше, но при этом и не совершая какого-то бурного, там, сверхбурного роста. То есть в основном деньги будут доставаться, повторяю, тем имитентам, по которым будут хорошие собственные корпоративные новости. Ну, или в целом по сегменту, как это идет по энергетикам, например, да, видимо, да, что даже нефтяные цены там с 95-96 спустились на 92-93, но все равно это очень высокие цены, которые по-прежнему дают сверхдоходы нефтяной индустрии. В остальном же можно сказать, что рынок немножко отпустило по поводу политической темы, то есть вот этой напряженности уже вокруг там российско-украинской повестки дня, которая гораздо больше, на самом деле, американская, европейская, чем российско-украинская. Вот, тем не менее, этой напряженности стало прямо на порядок меньше, и сразу видим, что и S&P 500 вернулся в область 4,450-4,470, то есть он примерно на 2,5% торгуется выше, чем локальные минимумы начала недели были, когда там дату обещали вторжения чуть ли не. То 15 февраля, то 16 февраля, вот это вся бесконечная история. Ну и европейский индекс тоже, так сказать, неплохо оттолкнулся, хотя, в общем-то, на европейский индекс, если брать он на протяжении 8 уже месяцев, никак далеко не может уйти от отметки в 4000 пунктов. То есть каждый раз поднимаясь он снова подходит. Я насчитал, что 8 раз за 8 месяцев индекс Евростокс 50 приближался снова к отметке 4000, от нее отпрыгивал, но никак не может от этой проклятой цифры надолго уйти. Что касается темы вот этой геополитической, я, конечно, не буду долго об этом говорить, но, тем не менее, она явным образом психологически давила на рынки. И сейчас, на самом деле, когда им сообщения, почему-то очень оказавшиеся важными для западной части рынка, она определяет, конечно, движение, что Россия отвела часть войск, которые участвовали в учениях, от границ, которые были в непосредственной близости. Абсолютно ожидаемое событие, но вот как бы у нас тут так это понятно, что получились и вернулись в казармы там или на прежние позиции. А для них это событие, как же, оказывается, Россия не только стягивает там войска поближе к Украине, но и обратно отводит. Вообще интересно, где им, в принципе, находиться. Им что, на границе с Китаем надо находиться или с Монголией, или где-нибудь в Саратовской области далеко от границ. То есть, мы понимаем, что здесь логика уже как бы она как таковая. Ну, кажется, что не присутствует. На самом деле, как бы логика есть. В определенной степени Байден сможет отчитаться впоследствии ближе к своим выборам, чтобы посмотреть, какие огромные внешнеполитические успехи там удалось замерить Россию, она не напала на Украину, как вариант. Есть и такой вариант, что постепенно это приведет все-таки к подвижению по Минским соглашениям. В том числе и то, что в Думу внесли проект признания независимости Донбасса. Ну, уже был комментарий, в принципе, и от Путина. Вполне понятно, что пока мы дипломатию предпочитаем, несмотря на понятные настроения в обществе. И вот сегодня от пресс-секретаря Дмитрия Пескова тоже был очень четкий, на самом деле, комментарий, суть которого сводилась к тому, что, да, мы бы считали, что вот это признание ДНР и ЛНР независимыми государствами, если бы это было признано самостоятельностью, что это все-таки не коррелировало бы с Минскими соглашениями, что сама Россия считает это отходом от Минских соглашений. Но на данный момент Песков процитировал Путина, сказал, что президент считает, президент сказал, главной задачей является реализация Минского комплекса МИР. То, что немецкий канцлер Олаф Шольц съездил на Украину и смог убедить, по всей видимости, смог убедить в этом, не столько самого даже Зеленского, сколько убедить, что, в общем, сможет это общество это принять. То есть то, что Зеленский обещал внести такие законопроекты об особом статусе Донбасса, об изменениях Конституции, о выборах на этих территориях, внести их в контактную группу и там с ними общаться. Этого не происходило вообще ни разу за последние два года. Наоборот, отказывать от этого всячески. Если вдруг окажется, что результатом всей этой заварухи станет в итоге постепенное все-таки возвращение к легализации статуса Донбасса как абсолютно особой территории в составе Украины, наверное, всему миру станет существенно легче, и Донбассу, безусловно, тоже. И не будет вот этой вот неопределенности темы санкций. Но так или иначе, на самом деле на это обращают внимание сейчас и западные комментаторы, кого я сегодня почитал. Ну, естественно, почему важно, как это мыслить именно западные комментаторы. Они определяют настроение инвесторов на рынке. Инвесторы не читают, так сказать, советских, так сказать, газет. Они читают газеты свои, свои издания и видят, что там пишут. Там вот, например, пишут, да, что Путин сказал, что, конечно, оффкорс они цитируют, конечно, Россия не собирается начинать войну с Украиной. Все, вот это для них цитата и важная цитата. Но в основном они цитируют, конечно, своих. То есть цитируют Байдена, который в обращении к российским, в том числе, гражданам упомянул, что вы не враги нам, я не верю, что вы хотите там кровавой, разрушительной войны против Украины. Конечно, было бы лучше, если бы он обратился еще и к украинской стороне с примерно такими же подробностями. Ну, то есть сам факт обращения, упоминание четкого главное, что ни США, ни НАТО не планируют размещать ракет никаких на территории Украины. Безусловно, это ответный шаг на некие вот сообщения из Москвы. То есть что-то происходит в дипломатическом плане, и миру в целом это нравится. Но также как бы миру нравится, что не состоялось никаких признаков вторжения, которые нагнетали там The Mirror, The Sun, уже в последний момент писали, что чуть ли не вот там сегодня в 3 часа утра по Украине в 4, по Москве, значит, все начнется, чуть ли там не ракеты полетят на Киев. Абсолютное, так сказать, безумие, которое понятно, что ни при каких раскладах даже конфликта вокруг Донбасса быть в принципе не могло и не может. Но на это как бы вот то, что пошли ответы уже скорее в шуточной форме, на мой взгляд, это тоже разряжает обстановку. То есть если посмотреть, что, например, написала Мария Захарова, которая, в общем, далеко мне не всегда нравится, так мягко говоря, ее стиль, но замечательно совершенно написала о том, что, слушайте, ну уже можете огласить уже все расписание вторжений на весь год следующий, а то я отпуск не могу нормально спланировать. То, что вчера Песков отшутился, что как бы граждане Украины, наверное, стоит будильники поставить там на 3 часа утра, чтобы не проспать случайно, там не пропустить момент начала войны. То есть явно это вот была подчеркнутая реакция, что, ну, ребята, вообще просто уже какой-то бред на самом деле происходит. То, что в целом вот такие настроения пошли, в конце концов нельзя вечно кричать волки, в какой-то момент верить тому перестанут. Ну и для рынков, о чем мы, собственно, сейчас говорим, рыночная повестка, оно изначально, конечно, не было определяющим. Вот эта тема, конечно, не была определяющей, особенно для американского рынка. Вот, но понятно, да, что какие-то финансовые потери бы тоже могли и крупные корпорации несли в случае начала, не дай бог, даже локальные, не говоря о более масштабных каких-то военных столкновений на территории Восточной Европы. Поэтому, конечно, в целом рынки вздохнули с облегчением и даже технологичные компании немножко, так сказать, восстановили свои вот убытки, принесенные за предыдущие там три дня. Значит, соответственно, да, для рынка это облегчение. Будет ли это облегчением поводом для нового продолжения ралли? На мой взгляд, пока нет, потому что, в общем, ралли не из-за этого было прервано. То есть, вот эта повестка вздорная, она отходит в сторону, а возвращается потихонечку тема процентные ставки, тема инфляция, что делать с инфляцией, бояться инфляции уходить в активы или бояться инфляции уходить в деньги из-за того, что там будут повышать ставки. Эта тема по-прежнему остается главным нервом на очень долгий период времени. И в зависимости от того, как будет меняться настроение инвесторов по отношению к этой теме, плюс, повторю, корпоративные, естественно, истории, вот в зависимости от этого и будут идти конкретные движения. Вот, я бы очень вдумчиво и, так сказать, скрупулезно подходил к составу портфеля на ближайшее время, сохраняя там по большей части те позиции, по которым есть конкретные хорошие новости, именно корпоративные или секторальные, и не держа слишком много всего просто про запас. То есть, разумеется, есть вещи, которые рано или поздно просто восстановятся и подорожают всякие, типа авиакомпании там или различного другого бизнеса, связанного с путешествиями, но совсем не обязательно, что ралли, скажем, тех же технологических акций будет продолжаться по всему их спектру. То есть, самые выдающиеся и дающие лучшие результаты, безусловно, продолжат это ралли, но с остальными ситуация может оставаться вполне себе спорной. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok